По вашему многочисленному письму, сегодня мы с вами будем готовить грузинское очень вкусное блюдо с сухарча. Я сегодня вам покажу, какие же специи мы будем добавлять в нашу сухарча. Давайте начнем! Нам понадобится говядина. Здесь у меня килограмм говядины. Также понадобится лучок, помидоры, чесночок, красный острый перец. Грузинская кухня очень любит свежую зелень, много свежей зелени. Здесь у нас будет свежая кинзочка, зелень укропа, зелень петрушечки, лучок и совсем немного. Можно будет взять свежего сельдерея. Далее рис. Мои дорогие, в харчу рис кладется расчетом столовая ложка на литр жидкости. Рис я уже помыла, подготовила, просушила. Для варки бульона, чтобы бульон был вкусным, нам также понадобится ткемали или слива или колыча. В Грузии очень часто кладут кислую сливу. Я сегодня возьму буквально вот так вот три штуки сливы. Мясо я порезала на такие вот кусочки, но обязательно его буду варить в два этапа. Значит, первую воду, как только я мясо положу в холодную воду, да, оно закипит, оно будет накипеть буквально 5-10 минут. Пенку я собирать не буду. После я залю воду, промолву мясо и буду дальше варить уже с овощами. Мясо я поставила варить, оно у меня будет закипать буквально 5-10 минут. Потом я солю воду, пенку дни буду снимать и далее мясо буду варить уже в обычном бульоне. Мясо я промыла, переложила в чистую кастрюлю. Сейчас залю кипяченую горячей водой, буду поставлю еще раз вариться. Ну, чтобы наш бульон был вкуснее, я добавлю чесночок, стебель сегирейчика, петрушечка, так вот манеточкой подвязываю, и пилочка. Также добавлю головку лука, 3 штуки сливы, и все. Следующий этап приготовления, это приготовление именно заправки. Я для начала беру кинзочку и переложу так вот в стол. Разрежем на несколько древек и теперь переложим красный острый перец, буквально добавлю совсем чуть-чуть. Пол чайной ложки, даже меньше, чем пол чайной ложки. Так, уцхасунеля, также. Уцхасунеля можно немножко взяли больше. И харчо-сумеля готовится на основе коренского ореха. И также положим немного, совсем чуть-чуть, красной аджики. И также добавим совсем немного нашей ароматной соли. Это у нас, смотрите, ореховая соль. Что дает? Именно вот такая заправка. В итоге она раскроет окончательный вкус самого суса. Вначале вот так вот все смешаю. И дальше вот у меня петолочек. Смотрите, вот такая вот у нас получилась паста. Пахнет безумно вкусно. В итоге мы вот эту пасту будем соединять с томатом сусом. Вот так вот мелко нарежем плачок. Давайте заглянем на приболёна. Тут уже почти... Смотрите, какая она красивая. Пускаем отсюда плачок. Эти сибелочки. Они нам уже не нужны. Чесночок. Ой, слива. Смотрите, как разводило. Папирон. Я нам больше не нужна, но сам бульон пахнет очень-очень вкусно. Эта уже почти сварилась. Далее будем делать зажарку. И все покажу, как будем готовить. Лук уже у нас тоже немного стало подоманиваться. Вот как раз в это время добавляем наши помидоры. Помидоры с собственным соком. Вы можете положить свежие помидоры. Кто такой вот и помадную пасту. Для харчов, я думаю, что допустимно все. Лишь бы было вкусно. Далее будем закладывать рис. Запомните, на литр жидкости у нас идет столовая ложка риса. У меня здесь 4 столовые ложки риса. Вот так вот добавляем. И сейчас мы нашу заправку соединим с томатным соком. Так вот хорошо размешаем. Ой, как это вкусно пахнет. Специи, приправы, они такой аромат дают бесподобно. Вот так вот хорошо размешиваем, чтобы не осталось комочков. И все это мы добавим уже в нашу зажарочку. Вот теперь нашу заправочку я буду вот выливать именно в зажарку. Вот так вот. И все это вот хорошо перемешаем. Так, теперь мы сюда кладем нашу зажарочку. Положим лавровый лист. Это лаврушечка из Абхазии. Мы подготовим всю нашу зелень. Тут у нас лучок, кинзочка, укроп и петрушка. Ну, а несколько листиков как раз сидеречка. Вот так вот нарежем мелько. Дело идет уже не к завершению. Подсолим нашу харчужу, нашу зелень. Это у нас лучок. Здесь у нас петрушка, кинза и укропчик. Харчужет очень много зелени. Не бойтесь никогда добавлять много си. Добавим в итоге буквально столовую ложку нашу ткемали. Это зеленая ткемали. Его также можно добавить в соусы. В соусы, в харчуг, в салаты его также можно добавить. Вот так вот еще немножечко. Как пахнет. Правда, очень сильно пахнет. Вот и все. Нашу харчугу. Мясо, рис, все же сварилось. Поверьте, это очень-очень вкусно на самом деле. Советую в ближайшее время приготовить такое вкусное блюдо именно с нашими приправами. Такая вот вкуснота.